В Москве скорректировали режим работы общественного транспорта. В столице скорректировали расписание общественного транспорта. Поезда в метро на Московском Центральном Кольце и Московских Центральных Диаметрах будут курсировать в режиме рабочего дня. Это сделано для того, чтобы пассажиры, количество которых в последние дни сильно сократилось, могли соблюдать социальную дистанцию и не приближаться друг к другу на расстояние менее полутора метров. По графику рабочего дня также будут ходить наземный транспорт примерно на 300 маршрутах. Речь идет о наиболее популярных. На остальные маршруты автобусы и электробусы будут выходить в режиме, приближенному к рабочему. Практически на всех маршрутах ведется онлайн-мониторинг. На станциях метро и МЦК начали наносить специальную разметку. Специальные указатели появляются рядом с кассами на платформах станции и в вагонах поездов. Это специальная красная разметка для соблюдения горожанами дистанции в полтора-два метра. Всего будет размещено более 110 тысяч предупреждающих стикеров и свыше 20 тысяч погонных метров контрастных полос. Также специальные указатели наклеят в вагонах поездов метро. Круглые стикеры, размещенные через одно пассажирское кресло, помогут пассажирам соблюдать безопасное расстояние во время поездки. Аналогичная навигация появится и в ласточках, которые курсируют на МЦК. В столичной подземке предприняты беспрецедентные меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Так каждые полтора часа проводится обработка всех элементов инфраструктуры, с которыми контактируют пассажиры. Ежечасно обеззараживаются автоматы по продаже билетов. Кроме того, регулярно производится необходимая уборка, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета. Пассажиропоток в общественном транспорте Махачкалы сократился до 4%. Объем пассажирских перевозок в общественном транспорте на территории дагестанской столицы в связи с предпринимаемыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции сократился в 23 раза. Ситуация отслеживается в ежедневном режиме. Ежедневно поступают цифры пассажиропотока за предыдущие сутки и информация о количестве машин, вышедших утром на линию. 1 апреля пассажиропоток в Махачкале составил 4% от привычных средних показателей. Если раньше транспортные компании города в среднем перевозили 310 тысяч пассажиров в день, то в минувшую среду эта цифра составила 13 200 человек. По данным управления транспорта города Махачкалы, 2 апреля на линию вышло около 25% маршрутных такси, а количество курсирующих по городу автобусов и троллейбусов сократилось в два раза – с 75 до 34. Названы маршруты общественного транспорта, прекратившие работу в Рязани. В Рязани из-за коронавируса прекращена работа коммерческих перевозчиков на маршрутах номер 50, 70, 90, 41, 33, 82, 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96 и 98. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. Половина машин не работает на маршрутах номер 46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 89 и 88. Коммерческий транспорт остался только там, где его невозможно полностью заменить муниципальным. При этом маршрутки проходят такую же санитарную обработку, как и автобусы и троллейбусы. Еще одна мера для борьбы с распространением COVID-19 в регионе – сокращение числа пассажиров в транспорте. В маршрутках разрешается перевозить только сидячих пассажиров, а автобусы среднего и большого класса не могут быть загружены более чем на 50%. Почему такая грязь? Жители Твери жалуются на грязные автобусы. Многие жители Твери отмечают, что синие автобусы выходят на линию грязными. Это несмотря на обещания, в период эпидемии коронавируса усиленно мыть общественный транспорт. Свои жалобы жители города оставляют в социальных сетях, в том числе в официальной группе «Транспорт Верхневолжья» в социальной сети ВКонтакте. Надеемся, что «Транспорт Верхневолжья» отреагирует на жалобы тверетян и станет пристальнее следить за состоянием транспорта. Московская канатная дорога приостановила работу из-за коронавируса. В целях борьбы с распространением коронавируса Московская канатная дорога приостанавливает перевозку пассажиров. Мы всецело поддерживаем решение руководства столицы о введении режима самоизоляции и временно приостанавливаем перевозку пассажиров на Московской канатной дороге до снятия введенных мер. Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и Лужников, открылась 26 ноября 2018 года. Режим самоизоляции в столице продлили до 1 мая. Из дома можно выходить только по веской причине. Кроме того, действуют требования по соблюдению дистанции между людьми в общественных местах и в транспорте. Пассажиров в автобусах между Ленобластью и Петербургом стало на 80% меньше. Пассажиропоток на автобусных маршрутах между населенными пунктами Ленобласти и Петербургом снизился на 80%. Меньше всего пассажиров зафиксировано на маршрутах между Петербургом и Сосновым Бором. Затем идут маршруты между Сертово, Песочным и станциями метро «Озерки» и проспект Просвещения. Уменьшилось число пассажиров на маршрутах до Гатчины, а также между Кудрово и станцией метро улицы Дыбенко. Это происходит из-за того, что жители соблюдают самоизоляцию в связи с коронавирусом. Губернатор Беглов исключил закрытие Петербурга из-за коронавируса. По его словам, в Петербурге вводятся определенные ограничения, но город продолжает жить. Никто город закрывать не собирается, прежде всего можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения. Беглов отметил, что, например, станции метро на вход будут закрываться в 22 часа, а наземный транспорт в 23 часа. Будут закрыты 9 дублирующих станций метро. Пока такие меры. Как будут дальше развиваться события, так и будем действовать, сказал губернатор. Метро в Новосибирске сокращает время работы из-за коронавируса. На неопределенный срок метрополитен Новосибирска сокращает время работы на 2 часа. С 6 апреля метро будет работать до 22 часов. Также меняется интервал движения составов метро. В часы пик 6 минут, в межпиковое время 8 минут. Наземный транспорт будет работать до 23 часов уже с 3 апреля, также до особого распоряжения. Сотни тысяч тюменцев потеряли возможность бесплатно ездить на автобусах. Более 300 тысяч льготных транспортных карт было заблокировано властями Тюменской области. Карты заблокированы на время действия особого режима по коронавирусу. Вне зависимости от возраста льготников, всем нужно сидеть дома, подчеркнули чиновники. Возможность бесплатно передвигаться в общественном транспорте потеряли пенсионеры, школьники и студенты. Чиновники призвали всех жителей региона оставаться дома и не покидать жилища без особой нужды. С 28 марта по 10 апреля самоизоляция обязательна для пенсионеров от 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. За нарушение ими карантина предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей. Для всех остальных мера пока носит рекомендательный характер. КОНЕЦ КОНЕЦ